Девушки отдыхают Ерёш, есть о чём потолковать. Я в машине. Василий. Значит так, товарищ старший лейтенант, первое задание для вас. Соберите как можно больше информации для меня, поэтому Яша. Понял. Михалыч. Ну что, мне тоже идти? Да, Михалыч, с вещами. На выход. А кто меня до прокуратуры подвезёт? Яша тебя подвезёт. Михалыч, ты вор. Нормально. Я тебя спасаю от служебного расследования. Тебе твой подчинённый взятку даёт пирожками. А мне взятку давать можно. А я человек посторонний. И очень люблю пирожки. Да. Михалыч, ты уже похож на бурундука. Пойдём. Всё, как ты просил. В машину у подъезда. Я прям мысль твоя читаю. Пристрелить бы её и свалить отсюда с деньгами, да? Да. А что, думаешь, не получится? Ну, во-первых, ты просто не успеешь. Ага. Даже если успеешь, то у царя второй пульт. Уйдёшь отсюда больше, чем на пятьдесят километров, умрёшь. А здесь тебя очень быстро найдут. Как тебе такая перспективка? Радостная. Трудись, Шмель, и ни о чём не думай. Подвижки есть? Будут. Мил, это всё. Тогда я тебя не задерживаю. Алло. Зарядили, как я просил? Почему ты мне про Ирину ничего не рассказал? А кто меня от дела отстранил? Серёга, давай договоримся. Обиды друг на друга нам с тобой только мешать будут. Ты должен доверять мне и делать то, что я говорю. Да я не против. Но я хочу быть в деле. И ты не отстанешь, да? Нет, Лёня и мой друг тоже. Ладно. Только сначала перевези Свету с ребёнком от матери. Они вполне про этот адрес могут знать. Поезжай сегодня. Я устрою их на конспиративной квартире. Договорились. Катерина дорогу объясняла. В этот двор можно заехать с другой стороны. А что твоя машина здесь делает? Серёга, ну, в общем, я вчера был у Катерины. Ну? Что, ну, я вечером уехал на такси. Ничего не остался. Ты, конечно, извини. Может, я не в своё дело вмешиваюсь. Но, по-моему, вы очень подходите друг к другу. Серёга, ты не в своё дело вмешиваешься, ладно? Ну, что смешно. Ничего, всё. Ну, что, всё, всё, всё. Отойди. Кто автор? По интернету послали. Всю жизнь можно этого автора искать. Так, Серёга, дуй к своим. Но я пока криминалистам буду звонить. Звони мне каждый час, ладно? Да. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Разрешите? Проходи, присаживайся. Ну, что-то случилось? Да нет, всё нормально. Взысканий нет. Вот. Ко мне-то с чем пришёл? Я, в общем, Анатолий Евгеньевич узнал, что у вас тут есть второй эшелон. Хотел туда попасть, если возможно. Шустрый ты парень, как я погляжу. Уже про второй эшелон узнал. И что ж тебе известно? Да ничего особенного. Ну, просто там денег побольше платят. А мне важно сейчас это. Деньги очень нужны. Да. Уж не задолжал ли ты кому-нибудь? Да я просто хочу как-то на англии стать. Работать-то умею. Работать умеешь, вот и поработаешь годика два. В первом эшелоне. Правила такие. Правила. Я просто слышал, что через ринг как-то можно попасть туда. И про ринг слышал. Ну, ты шустрый. Ну, шустрый, а. Ну, есть такой вариант, есть. А не боишься, что шею свернут? Да не впервой. Ну, хорошо, я поговорю с кем надо. Музыку погромче сделай. Это зачем это? Ну, если за мной наружка ходит, то микрофон со стекол только музыку снимет. Что, уже следят? Да нет пока. Но служба безопасности заранее не предупреждает. Про Макара слышал? Да, подрывник сказал, что взрыва не было. Макара предупредили. Что собираешься делать? Ну, если в лоб не пускают, пойду в обход. То есть? Информация от тебя нужна. Нужно узнать, где Сергей держит свою родню. Не вопрос. Доступ к адресному бюро мне пока никто не перекрывал. Отлично. Что еще? Да вроде бы все. Я свяжусь. Давай. Нам известно, кто захватил Леню. Но мы не знаем, где его держат. И у нас нет никаких доказательств против них. Ты, когда будешь разговаривать с Леней, прилепи это к телефону. Что это? Это маячок и прослушка. С помощью этого мы можем выяснить местоположение Лени. Да, я поняла. Ир, я понимаю, почему ты мне ничего не сказала. Тебя запугали. Ну, поверь, я делаю все, чтобы спасти Леньку. Да. Я знаю. Ладно, я пойду. Дядя Макар. А папа скоро вернется? Скоро, Петр. Очень скоро. Ты ему передай, что мы его любим и ждем. Хорошо? Он знает. Но я ему обязательно передам. Обещаю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Почему они не звонят? Позвонят. Не волнуйся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Леня? Ленечка. Да, у нас все хорошо, ты не волнуйся, все в порядке. Как ты? Со мной все в порядке, Иришка. Все хорошо, как дети. С детьми все в порядке, ты не волнуйся. Леня! Ира! Хватит. Ноговорились. Лень! Ленечка. О как. Трубку положили. У тебя осталось 12 дней. Я тебе завтра позвоню. Угу. Угу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты чего это здесь? Ну, надо стало быть. Дай-ка мне свой телефончик-то. Ну, дай, дай, не бойся, не бойся. Заикой так сделать человека можно. Вот она как. Видал? Дичай, милая. Вечереет уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, Йош, в таксин-карт не напасешься. А ты чего? С ментами хочешь познакомиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего он там посмотри? Ну, чё ты пыхтишь-то? Чего у тебя? Чего больно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руку! Сука! А, ну, сука! Как же? Как же это он нас? Браслет-то снял? Снял, сволочь. А, зараза. Стой, 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 стой! Дай сюда! Дай сюда! Чего? Чего-чего? Это понадёжнее будет? Давай вяжи его! Падла! Чуть руку не сломал. Гад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей! Держи сумку и иди за мной. Анатолий Евгеньевич, так я аж на работе сейчас. Не беспокойся, начальник твоего я предупредил. Пойдём, пойдём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анатолий Евгеньевич, погодите, пожалуйста, куда мы идём-то? Ты хотел на ринг? Через полтора часа у тебя бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА